Измаильский гуманитарный праздник Торжественное открытие фестиваля состоялось в конференц-зале. Открыл праздник науки ректор университета Ярослав Кичук. Перед ректоратом университета стояла задача доказать, что наука – интересное дело, которому можно посвятить свою жизнь. Около 50 локаций было представлено на выбор абсолютно разных, но вместе с тем научных. Среди них панельные дискуссии, посвященные профессиям будущего, а также художественным горизонтам родного края и релакса студентов. Тренинги и всевозможные интеллектуальные квесты, мастер-классы по эстрадному вокалу, круглый стол преподавателей и специалистов по спорту, викторины, танцевальный джем, лекции для размышлений и конкурсы. Мастера гитарного искусства показали свое мастерство в конференц-зале. Все это в одном вузе для тех, кто мыслит креативно, кто хочет заниматься наукой с использованием технологии, нестандартно и творчески. Сам фестиваль создавался благодаря тандему преподавателей и студентов. Фестиваль начался с дефиле исторических костюмов 10-19 столетия. Их презентацию провели сотрудники музея при Дунаве. Воссозданные костюмы представляют собой точную копию одежд, которые носили первая супруга Ивана Грозного, боярские дочери, княгиня Киевской Руси, девушки из народа 18 века. На четырех этажах разместились фотозоны. Успешный студент-спортсмен. На втором этаже можно было войти в историю со студентами, воплотивших в своих костюмах разные эпохи. Здесь же увидеть примеры археологических раскопок. На третьем посидеть среди книг и напечатать текст с помощью уже сейчас архаичного предмета печатной машинки. На четвертом оказаться в центре управления космическим кораблем и увидеть голограмму планеты «Звезда смерти» и «Звездных войн». Побывав на дебатах на немецком языке и дискуссиях на темы, которые волнуют современное общество, становится понятно, что наука наш друг, который всегда поддержит и поможет. Продолжение следует...